Уважаемые подписчики, зрители канала, любители и ценители хорошей музыки, всем грандиозный Миломанский привет. А вот и следующее видео, в котором продолжу свои размышления о том, как представляю себе историю и эволюцию музыки, расскажу о знаковых с моей точки зрения событиях, изданиях и еще много о чем. Год 1964. Золотой век рок-музыки еще только готовится вступить в свои права, но тем не менее этот год стал важной вехой в истории и оказал заметное влияние на дальнейшее развитие музыки. Появлялись новые жанры, в этих жанрах выступали новые группы, которые записывали культовые альбомы, песни из которых становились мировыми хитами. В 1964 году было образовано несколько новых проектов. Это группы The Moody Blues, The Birds, The Who, Liner Skinner, Duet Sony & Cher. The Beatles выпускают свой первый фильм о Hard Day's Night. В 1964 году страны нового света были охвачены бетломанией. Февральские гастроли Битл в Соединенных Штатах сопровождались грандиозным ажиотажем. Такого горячего приема не то, что музыканты, такого вообще себе никто представить не мог. Гастрольное турне длилось всего две недели. За это время Битл сдали несколько живых концертов, в том числе в Карнеги-Холле, и дважды были главными фигурами на телевизионном шоу Эда Салливана. Около 74 миллионов американцев, почти 40% населения посмотрели эти передачи. Главным хитом группы в 1964 году стала песня Can't Buy Me Love. Успех Битлз побудил американские лейблы обратить внимание на другие заокеанские группы. В фаворе оказались The Dave Clark Five, Jerry and the Pacemakers, The Searchers, The Animals. В 1964 году еще один ансамбль из Объединенного Королевства начал активно пробиваться к вершинам хит-парадов. Это была группа The Rolling Stones. Рок с оттенком блюза, характерный для роллингов, сразу нашел своих поклонников. Чтобы не затеряться в тени славы Битлз, роллинги сделали ставку на имидж плохих ребят и не прогадали. Та часть молодежной аудитории, которая не испытывала желания вникать в сверхъестественные посылы, волю оттягивались и сжигали лишний адреналин на концертах The Rolling Stones. Композиция Not Fade Away, кавер-версия песни Боди Холли, записанная в начале 64-го, впоследствии стала одним из ударных номеров группы. Американские рок-идолы изо всех сил противостояли натиску музыкантов из Старого Света. Рой Орбисон, потрясающий музыкант, в 64-м году записал песню собственного сочинения О Прэйти Уумен. Как рассказывал сам Рой Орбисон, песня создавалась буквально на одном дыхании. Эту романтическую композицию публика полюбила сразу и навсегда. В том же, в 64-м году, Элвис Пресли записал бодрый шлягер Вива Лас-Вегас. Никто не мог оставаться равнодушным, слушая задорный заводной ритм этой песни. Неудивительно, что город Лас-Вегас захотел сделать Вива Лас-Вегас своим гимном. Новые, недавно зародившиеся жанры тоже стремились укрепить свои позиции. Бичбойсы и их последователи продолжали петь и играть серф-рок. Боб Дилан работал в жанре фолк-рока. Параллельно с новомодными течениями в Соединенных Штатах продолжало жить и развиваться искусство джаза. К тому времени уже несколько паутихли споры о том, может ли белый музыкант постить джаз в той же мере, что и афроамериканец. Да и о чем спорить, если флюгерхорн белого джазмена Чета Бейкера звучал так же проникновенно, как и голос непревзойденной джазовой певицы-негритянки Сары Войн. В 1964 году вышли несколько знаковых релизов джазовой музыки. «Лайф от Бёрдленд» – альбом джазового музыканта Джона Колтрейна, выпущенный 9 января 1964 года лейблом «Импульс». Несмотря на название, только первые три трека были записаны вживую в клубе «Бёрдленд», остальное – студийные записи. «Лайфтайм» – дебютный альбом американского барабанщика Тони Уильямса, выпущенный на лейбле «Блюнот». Среди известных музыкантов, приглашенных для записи этого альбома, виброфонист Бобби Хатчерсон, пианист Херби Хэнкок и басисты Рон Картер и Гэри Пикок. «Вигэт Реквиз» – альбом джазового пианиста Оскара Питерсона и его трио вышел в этом же году. Этот альбом – последний за 14 лет работы Оскара Питерсона с лейблом «Верве». А еще вышли альбомы «Оскар Питерсон Трио Уан» с участием Кларка Терри и «Оскар Питерсон Трио Плейс». Три альбома за год – «Завидное трудолюбие». Но это еще не все. В этом же году вышел альбом Оскара Питерсона «Канадияна Сьюит» – музыкальное воплощение любви музыканта к своей родине. Альбом трубача Фредди Хаббарда, записанный 7 мая 1964 года и выпущенный на лейбле «Блю Нот» в том же году. «Брикинг Пойнт» – альбом, который обозначил Фредди Хаббарда как нового трубача-виртуоза. Альбом значительно повлиял на постбоб середины 60-х и стал обязательным для всех поклонников прогрессивного джаза. Джазовый тенор-саксофонист Джо Хендерсон выпустил свой второй альбом «Аусинг» на «Блю Нот» опять же. «Эмпрен Ислес» – четвертый студийный альбом джазового пианиста Херби Хэнкока, записанный в том же 1964 году на лейбле «Блю Нот Рекордс». В записи приняли участие коллеги Херби Хэнкока по группе Майлза Дэвиса, басист Рон Картер и барабанщик Тони Уильямс, а также трубач Фредди Хаббард. Это запись, которая официально утвердила Херби Хэнкока в качестве важнейшего музыканта в джазе. В июле вышел альбом «Крэшент» – еще один студийный релиз Джона Колтрена. В записи этого альбома принял участие великолепный пианист Маккой Тайнер. В августе вышел один из лучших альбомов, выпущенных на «Блю Нот», одна из вершин авангардного джаза – «Out of Lunge» Эрика Долфи, с участием трубача опять-таки Фредди Хаббарда, виброфониста Бобби Хатчерсона и барабанщика Тони Уильямса. Элла Фиджеральд с «Ting the Johnny Mercer Songbook» – студийный альбом этого же года американской джазовой певицы Эллы Фиджеральд с оркестром Нельсона Рида, посвященной песням Джонни Мерсера. Элла от «Huan Les Pins» – концертный альбом Эллы Фиджеральд, выпущенный в том же году в сопровождении квартета во главе с Роем Эдриджем на трубе и пианистом Томми Фланаган. Оригинальный альбом включал 12 песен, основные моменты двух концертов, которые Фиджеральд исполнила 28 и 29 июля 1964 года на пятом ежегодном фестивале в Хуан-Ле Пен, Франция. В 2002 году лейбл «Верви» переиздал этот альбом, включая все выступления с обоих вечеров. В этом же году вышел альбом «The New Boss Guitar of George Benson» – дебютный студийный альбом американского джазового соло-гитариста Джорджа Бенсон. Европейские страны, признавая лидерство США и Великобритании популярной музыки, тем не менее гордились своими отечественными солистами. Сальватор Адама и Серж Гинсбург во Франции, Адриана Челентана и Джильола Чинкветти в Италии – каждый из них нашел своего слушателя. Среди советских артистов в 60-х годах самым ярким и популярным, пожалуй, был Муслим Магомаев. Его иногда даже называли советским прессом. Все знают знаменитый советский твист «Песня о Москве. Лучший город земли». Одна из самых популярных советских песен – заводная, легкая, танцевальная. После того, как песню исполнила Тамара Менсарова, так и произошло. «Черный кот» был одним из первых советских твистов. Вскоре эта песня зазвучала на польском, немецком и чешском языках. Американские исполнители тоже старались. Начался золотой год ритм-блюза. «The Supremes» снова вывели студию «Маттаун» в чарт-сингл. Группа «The Temptation» записала первый удачный хит. «Two Great Guiters» – студийный альбом «Bo Diddle» и «Chuck Berry», выпущенный в августе 64-го года компанией «Checker Records», дочерней компанией «Chess Records», считается одним из самых ранних суперсессионных альбомов рок-музыки. Это был первый студийный альбом, выпущенный Чаком Берри после его освобождения из тюрьмы. В августе выходит альбом «It Meets Will Be Swing» – студийный альбом Фрэнка Синатра в сопровождении Каунта Бэйси и его оркестра. Это была первая студийная запись Фрэнка Синатра, аранжированная Куинси Джонсом. Запись «Fly Me To The Moon», которая появляется на этом альбоме, стала одной из самых известных песен Фрэнка Синатра. В октябре 64-го начинается история пионера нового звука, на инструментах которого записывали свои шедевры Эмирсон Лейкен Палмер, Битлз, Тенжерин Дрим и Пинк Флойд. Доктор Роберт Мук демонстрирует свои прототипы синтезатором. 1964 год более чем насыщен важными событиями. Продолжу в кронологическом порядке. 10 января в Соединенных Штатах лейблом VJ Records выпущен первый американский альбом The Beatles Introducing The Beatles. 13 января альбом Боба Дилана The Times и Arachengen выходят на лейбле Columbia Records. Третий студийный альбом и первый, в котором были представлены только оригинальные песни. Заглавный трек является одним из самых известных. Многие считают, что он отражает дух в 60-х годах. 20 января, спустя всего 10 дней после выхода Introducing The Beatles, на Capitol Records выходит второй американский альбом Битлз – Meet The Beatles. На обложку он представлен как первый и, возможно, поэтому многие считают Meet The Beatles первым американским альбомом Битлз. 30 января вышел альбом Folk Singer – четвертый студийный альбом Мадди Уотерса. В записи альбома принимали участие Вилли Диксон на струнном басу и Бадди Гай на акустической гитаре. Это единственный полностью акустический альбом Мадди Уотерса. В 2003 году релиз был включен в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. В феврале 1 числа трек I Want To Hold Your Hand on The Beatles впервые в США прикрутило радио WWDC в Вашингтоне. Песня на 7 недель возглавила чарт, была моментально распродана в США миллионным тиражом. Битлз удержит лидерство до 9 мая, после чего номером 1 станет Hello Dolly – песня Луи Армстронга. 14 марта журнал Billboard сообщает, что продажи пластинок Битлз составляют 60% всего рынка синглов. Полномасштабная битломания в действии. 20 марта вышел альбом Meet The Temptation – дебютный студийник группы The Temptation для лейбла Матала. Изначально альбом издавался только в монофоническом звучании, стерео-ремикс на альбом был выпущен вместе с переизданием оригинальной моноверсии в 1966 году, а бонус-треки были впервые добавлены в альбом в 1999. 28 марта восковые изображения Битлз выставлены в Лондонском музее восковых фигур Мадам Тюсо. Битлз – первые поп-звезды, представленные в музее. 16 апреля Декка выпускает дебютный одноименный альбом The Rolling Stones. В английском альбомном чарте Rolling Stones занимает первое место со 2 мая по 25 июля 1964 года. Дебютный альбом Rolling Stones возглавил британский чарт, сбросив With The Beatles. Впервые за 51 неделю Битлз не попали на первое место. 20 апреля вышел Вен Лайс Орлау, студийный альбом Тони Беннета. 11 мая – важная дата. Именно в этот день, 11 мая 1964 года, была основана всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия». 29 мая Мэриан Фейтфул делает первые записи на студии Olympic Sound. Она получила возможность записать новую песню Мика Джаггера и Кита Ричардса, а Стирс Губай. Почему я выделил этот не такой уж знаковый эпизод? А дело в том, что в этой записи приняли участие 20-летний студийный гитарист Джимми Пэйдж и 17-летний Джон Пол Джонс. 6 июня Битлз начинает первое мировое турне. 27 дней концерта в Дании, Голландии, Гонконге, Австралии и Новой Зеландии. Первые концерты проходят в Копенгагене. Не вовремя приболевшего ринга временно заменяет некто Джимми Никол. 22 июня. Wall the Lion. 19-й студийный альбом певца и автора песен Джонни Кэша, включающий несколько новых песен, наряду с перезаписями предыдущих хитов на протяжении всей его карьеры до этого момента. Альбом был сертифицирован как золотой в 67-м году. 23 июня. Stevie at the Beach, четвертый студийный альбом американского певца и автора песен Стиви Уандера, выпущенный на лейбле Tamla, подразделение Матава. За исключением легкого хита Hey Harmonica Man у совсем юного музыканта не было другого хита до 1965 года, когда ему наконец разрешили больше показывать свои музыкальные таланты. 3 июля The Who выпускают свой первый сингл The Sweet I'm The Face, под названием The High Numbers, в попытке привлечь широкую аудиторию. Группа не попадает в топ-50 и возвращается к тому, чтобы называть себя The Who. 6 июля вышел полнометражный комедийный фильм A Hard Day Знают, в котором прозвучало шесть новых песен Beatles. Во время съемок Джор Харрисон познакомился с Петти Бойт, играющую одну из школьниц в поезде и ставшую через два года его женой. И уже 10 июля на Парлофон выходит альбом Beatles A Hard Day Знает. Большая часть песен альбома были написаны специально для одноименного фильма, в котором участники группы сыграли самих себя. Впервые в истории Beatles все песни альбома были написаны только Джоном Ленноном и Полом Маккартином. И в этот же день более 300 человек получили ранения в Ливерпуле, когда 150-тысячная толпа приветствовала Beatles в их родном городе. 24 июля Дека выпускают дебютный сингл The Zombies Шизна Сэр. Песня, написанная Родом Арджентом, пронесла группе мировую известность. 7 августа The Moody Blues впервые появляется в телепередаче Ready Steady Go со своим первым синглом Lose Your Money. Эта бирмингемская группа была создана в мае 20-летним певцом, композитором и гитаристом Дэнни Лэйном, который позже очень долго и очень много работал с Полом Маккартином. 8 августа Columbia Records выпускает 4-й студийный альбом Боба Дилана Этот альбом характеризует уход Боба Дилана от фолк-музыки. Естественно, в американском фолк-музыкальном сообществе это вызвало острую критику. 23 августа в британском хит-параде вторую неделю в удерживается Манфред Муанн с песней «Дуа Дидди Дидди». На втором месте битловская «Hard is Night» на третьем «Hail a The Ride» группы «The Honey Combs». В США на первое место выходит «The Supremes» с песней «Where did the fly go?» На втором месте «Everybody Loves Somebody» Дина Мартина, на третьем опять-таки «Hard is Night». 26 августа «The Kids» выпускает свой культовый синг «Юрилли Готми» – это первая песня, в которой прослеживаются истоки тяжелой музыки. Впервые в рок-музыке были использованы тяжелый гитарный риф и соло-прифузованные гитары. И, как теперь известно, «The Kids» стали главными основателями субкультуры моды. 31 августа вышел альбом «Make Way for Diana Warwick» – третий студийный альбом американской певицы Дианы Уорвик. Альбом был выпущен лейблом «Skeptor Records» и стал первым альбомом певицы, вошедшим в шарты США и в десятку лучших ритм-блюз хип-хоп альбомов. 11 сентября – «The Fire Face» от «Manfred Man» – дебютный британский и второй американский студийный альбом «Manfred Manor». В конце октября, начале ноября, альбом был выпущен в Канаде лейблом «Capital Records». Канадский трек-лист был почти таким же, как британская версия, за исключением хита Дува «Дидидидиди» вместо «I've Got My Mojo Working». Альбом был назван одним из величайших блюзовых альбомов британского уторжения. «The Animals» – дебютный студийный альбом британской группы был выпущен в октябре 1964 года. США был выпущен на месяц раньше, чем в Великобритании, с другим порядком песен, в отличие от британской версии. «The Animals» вслед за «Beatles» и «Rolling Stones» стали частью британского уторжения музыкальной культуры нового света. Сингл «The House of the Rising Sun», вошедший в американскую версию альбома, занял первые строчки в американских и британских хит-парадах. 17 октября 1964 года на лейбле «London» выходит второй американский альбом «The Rolling Stones». 6 ноября «Blue Jeans Swinging» – первый студийный альбом британской бит-группы «The Swinging Blue Jeans». Британская мерси-бит-группа, образованная в Ливерпуле в 60-м году и оставшаяся в истории в основном благодаря исполнению хита американского певца Чена Ромеро «Hippie Hippie Shake». За которым последовались хинлы «Good Goal» и «Miss Molly», «Urno Good», «I Dothma» и «Me Over». Несмотря на ограниченный коммерческий успех, «The Swinging Blue Jeans» считаются одной из сильнейших ливерпульских групп середины 60-х годов. 27 ноября спустя месяц после выхода одноименного дебютного альбома «The King» выпускают на лейбле «Pie» свой первый британский мини-альбом «King's Side Session» 4 декабря «Five Life Yardbirds» – дебютный альбом группы «The Yardbirds». В нем представлена интерпретация американских блюзовых и ретонблюзовых песен, включая их самый популярный концертный номер – песню в оригинале, исполненную Хауленом Улфом, песня «Smokestock Lighting». Альбом содержит некоторые из ранних записей с гитаристом «Эриком Клэптоном». Декабрь – четвертое число. На парлофон выходит альбом «The Beatles» – «Beatles for Sale». Поскольку по условиям контракта «Beatles» обязаны были записать этот альбом в сжатые сроки, то этим вполне оправдано появление шести кавер. Ни один из треков с этого альбома в Великобритании отдельным синглом не уходил. 13 декабря – это «James Rock the House». Первый концертный альбом американской певицы – это «James». Он был записан в «Живую» в ночь с 27 на 28 сентября 1963 года в клубе «New Era» в Нэшвилле, штат Тенниси. Этот альбом является одной из ее лучших концертных записей. Декабрь – 15 число. Альбом «Beatles» – «Beatles 65», выпущенный в США и Канаде, альбом был выпущен как североамериканская альтернатива «Beatles for Sale» и в качестве небольшого бонуса. Вот такая песенка в исполнении Франс Галь, французской певицы. А эта песня – один из рекордсменов по числу каверов, последний из которых был недавно выпущен Ланой Долрей. А я вспомню намного более интересный вариант. Вариант 64-го года. Нина Симон. А на сегодня все, друзья мои. Обязательно увидимся в следующих видео этого цикла. Нас ждет год 65-й. Там все было еще интереснее. Не забываем подписываться на канал, это важно. Комментарии оставляем. Ставим лайки. Всем добра. Всем хорошего звука. Всем хорошей музыки. И всем спасибо за просмотр.